Да, на самый пик трагической интонации этой авторы, этого отрывка, который читается утром 9-го ава из конца 8-й, начала 9-й главы пророка Ермиягу, мы с вами сейчас выходим. То есть тут, вспоминая одно известное древнее советское кинопроизведение, очень много личных моментов связано с этим. Но обо всем по порядку, с Божьей помощью посмотрим сейчас тот пособ, на котором мы остановились. И удивительный, совершенно неожиданный поворот в комментариях Мальбема с вами зафиксируем, потому что пособ, хотя и большой, и богатый всякими тонкостями, вот этот вот, он все равно, как бы это сказать, с первого взгляда очевидно, о чем говорит. И вот предположить такой поворот сюжета в комментариях Мальбема действительно невозможно. Хотя это, как мы увидим, прямо следует из текста. Значит, что написано? Али Арим, на горах, вознесу плач и стенание. Зачем человеку идти на горы для того, ну, он где-то живет же, не на горе живет, он живет где-то в каком-то городе, я больше вам скажу, мы даже знаем этот город. Если это его родной город, это город Анатод, на дереве Бениамина, где жил пророк Евгения, он оттуда. Если это город там, где он работал, это, понятно, Иерушалай. И идти на горы куда-то, забираться на верхотуру для того, чтобы возносить там плач и стенание, это, с первого взгляда, вообще непонятная стратегия, что он хоть хочет добиться. По всей видимости, здесь идея того, в простом смысле, что человек поднимается на горы для того, чтобы, во-первых, его было хорошо видно, а во-вторых, между прочим, и неплохо слышно. Потому что на высоте положения, когда человек орет, плачет, ну, то, что он там рвет на себе волосы, это нас не так сильно поражает, потому что далеко, может быть, не так видно. Но то, что он там кричит и плачет, поскольку эта гора, конечно, это не очень высокая гора, это не на Эверест, он поднялся для того, чтобы там плакать, потому что с Эвереста ничего не будет слышать. Речь идет про небольшую гору, но все-таки это гора, и так вот, люди, которые вокруг этой горы там стоят или проходят, они видят человека на вершине, который орет, стянает, это призывает впечатление. Это пшар, это простой смысл, безусловный того, что здесь сказано. Вяль-неот-мид-бар, и на приятностях пустыни, говорили с вами в прошлый раз, речь идет не про пустыню Сахару, даже не Бамидар-Иуда, с пустыней Иуды, где водятся одни в верблюжьи колючки, и речь идет про пустое место, где приятные места в смысле пастбища. Это переводится, так? Тоже кино, оплакивание. То есть я буду плакать наверху, на горах, я спущусь вниз на пастбище, там, где ходят барашки. Ходили. Сейчас уже никто не ходит. Так, или скажем так, пока еще ходят, но в воображении пророка Иеремияну эти места абсолютно опустошены. Это очень известный сейчас момент будет в Талмуде на эту тему. Сейчас я вам покажу. Понимаете, какое слово употреблено? Вышенная земля. Что сверх, что снизу. Что на горах, что на полях. Вышенная земля. Они отшатнулись и ушли. Что не устраивало Майлева в пшате, в простом и очевидном смысле этого пасука, мы сейчас поймем. Тут действительно есть одна довольно значительная и очевидная зацепка в предыдущих пасуках, которые мы с вами читали, я вам сейчас напомню, связанная вот с тем, что здесь происходит. Есть одна очевидная зацепка. Но, во-первых, папшату. Папшату получается, что пророк Иеремиян, который, как вы понимаете, сейчас говорит еще в то время, когда храм на месте, евреи на месте, Иерушалай не разрушен, он представляет себе то, что будет после. И тут калмудическая классика, например, трактат Йома, до этого еще в трактате Шаббат это есть, но мы уже недавно открывали это место в трактате Шаббат, я уже не буду его 25-й раз показывать. Так, вот, где это? Господи Боже. Вот оно. Да. Да. Раби Иуда, Раби Иуда говорит, хамиши мушта им шана, 52 года, ло авар ишба Иуда, не прошел человек на делу колена Иуда. Мы с вами говорили, что не только человек, абсолютно вся фауна была истреблена в этом месте. Шенеймар, как сказано, то, что мы прочли, выжженная земля, никто не ходит, не слышно голоса скотины, птицы, животные, надеду Аллаха, отшатнулись, ушли. И очень интересно, мы на это обратили внимание в прошлый раз, откуда это все берется, что ведь сказано уже, ло шаму коль микне, не слышат голоса, стад, не слышат голоса животных, скотина. Зачем опять? От птиц до, от бэгейма, от микне, до скотина. Зачем два раза? Микне это тоже стада, и бэгейма скотина. Зачем два раза говорить, что их там нет, этих баранов, козлов и прочих? Оказывается, бэгейма, слово бэгейма, как мы хорошо с вами знаем, слово скотины. Бэгейма Андриха Мишенштайна, это числовое значение 52. То есть, это как бы лишнее слово, уже известно, что скотина ушла, она указывает на то, сколько лет там их нет. Такой экстравагантный способ показать, здесь у пророка намекнуть, сколько лет это все будет продолжаться. Вы понимаете, что экстравагантность этого способа еще связана с тем, что напрямую такие вещи, ровно 52 года, не знаю, 3 месяца, 25 дней, 14 часов, там, все это будет продолжаться. Так говорить нельзя, пророк не может настолько точно предрекать еврейскому народу какие-то очень плохие события. Поэтому он старается как-то зашифровать. И вот он зашифровал в свое время эти 52 года. Теперь мы с вами откроем Мальбима и откроем рот, пораженный тому, что он пишет. Короткий комментарий, не то, что он там прям сочинил роман или повесть. Рацелла Марковича сказать, а-ля фуранут по поводу бедствия Шеба-Алеев, который придет на них, так, бедствие, которое обрушится на головы самих евреев, обращаю ваше внимание, ло-эв-ке, я не заплачу. Здравствуйте. О чем тогда разговор? Не-не-не-не. Про евреев никто плакать не намерен. Почему? Потому что в предыдущих пусуках написано. По кибетах наоборот. Бам тит на кем на вши. Что мы с вами читали в прошлый раз? И макгоэшу, и макгоэкашер козэ. Ло тит на кем на вши. Неужели такому народу, которого так себя ведет, как евреи, не отомстит душа моя? Это Бог говорит. То есть сокрушаться от того, что евреев накажут, никто не будет. То есть, может быть, кто-то будет, и, например, тот же пророк Ермияк будет. Но когда мы говорим о пророчестве, которое он получает сверху от Бога, в этом пророчестве нет места в данный момент переживаниям по поводу судьбы евреев, потому что они заслужили. о кегмуль я дам, Еасэлаэм. То, что они сделали своими руками, будет им сделано. Они получат по башке за то, что они сделали. Что тогда все это значит? Я поднимусь на горы и буду... О чем? О козлах, которые ушли? О птицах, которые улетели? Да, и даже более того. Альгегарим. Не на горах я буду плакать, а по поводу гор я буду плакать. Во как! Мальби мучит, что пророк Ермия не собирается забираться ни на какую верхотуру для того, чтобы оттуда орать и рыбать на себе волосы. Нет, нет, нет. Он вполне себе стоя в долине, внизу, может быть, даже просто сидя у себя на кухне, верушалая, будет оплакивать горы. Альгегарим не в смысле на горах, а в смысле по поводу гор. Шем лохату. Они не грешили. Алейм эсабхивенэй. По поводу них я вознесу плач и стенание. Бямар Макбилин говорит, что первая часть пасука с третьей, как часто бывает, вторая с четвертой. Значит, аарим эсабхивенэй. Почему буду оплакивать горы Кеництумимли и Шевер? Потому что они превратились в выжженную землю. Никто там не ходит. И очень интересно, а кто должен ходить на горах? Мальбим открывает нам большой секрет. Оказывается, полтора века назад это тоже было популярно. Шедеррэху, это такая дорога, такая обычай, шеявруанашим, аляарим, что люди ходят на горы летаельшам, чтобы там гулять. Так называемый хайкинг, то есть любительское такое вот скалолазание, даже не скажешь, просто прогулки на горах. Это было популярно даже полтора века тому назад. Мальбим пишет, вот этого ничего не будет. И дальше Вельноотмидбар Эсакина, и по поводу пастбищ, где было когда-то чудесное место для выкпаса скота, я вознесу свое оплакивание. Потому что там нет голоса скотинок. На этих пастбищах там всегда пастлись эти стада. И сейчас все ушли. Вообще никого не осталось. Ну и скажите мне, пожалуйста, какой смысл оплакивать горы? Какой смысл оплакивать пастбищ? Оказывается, что то, что здесь написано, это часть совершенно легитимного обычного для еврея отношения к Эра Цисраэ, к Святой Земле. Как сказано в другом месте в Сыреум Давиду, Ира Цу Авадеха Эта Аванеб Эта Фараехуны. Пастбищ из Тиелим, которым заканчивается трактат Ктубот. Большой, огромный трактат Талмуда очень многотемный. И там в конце, как вы знаете, если не знаете, сейчас узнаете, огромная такая часть касающаяся теории сионизма. Так вот там говорится, что сказал царь Давиду, возжелали рабы твои камни ее и прах ее возлюбили. И в принципе там приводят всякие примеры этого дела. Раввины приезжали после перерыва в Эра Цисраэль, там из Вавилона приезжали, буквально просто катались по земле, припадали к ней, целовали землю. Сейчас есть с этим проблемам, потому что человек прилетает в Бен-Гурион. Сефарды жаловались мне. Человек прилетает в Тель-Лививский аэропорт и Митцва спустится с трапа и сразу вот это вот. Бросится на эту землю, чтобы ее покрыть лапзаниями. А как ты бросишься, если там все забетонировано? Бетон целовать не надо. Надо целовать саму землю. То есть даже не оставили специального кусочка земли для новоприбров, понимаете, для того, чтобы эту землю Абла-База. Так вот, то, что здесь написано у Мальбима, это такое, в общем, продолжение этой темы. Людей, которые припадают к святой земле и целуют ее. Я, пророк Ермениану, буду оплакивать не на горах, я сами горы буду оплакивать, так вот, шатумами. Я буду сами пастбище оплакивать, то, что евреи бросают в святую землю. Немедленно приводит к запустению. Это известнейший факт. Мы с вами неоднократно об этом говорили, Талмуд об этом говорит, что только в еврейских руках, даже, может быть, не в самых святых и праведных, как мы с вами видим. Святая земля все равно расцветает. И это такая особенность. Так сделано. Тогда, когда там живут какие-нибудь там крестоносцы, когда там живут какие-нибудь представители арабского населения, ну, что там? Верблюжьи колючки растут в основном. Ничего там особо не получается. А вот приезжают наши там молчащи, и они осушают, и они орошают, и у них там апельсины с бананами, что хотят. Почему? Вот так. А вот так. И вот этот момент, то, что евреев сейчас выгонят со святой земли, говорит пророк Иеремиягу, это приведет к тому, что святая земля 52 года вот это вот между первым и вторым храмом не просто будет в запустении, не просто людей там не будет, животных не будет, фауна исчезнет на 52 года из всего надела колена Иуды. Какое будет чудовищное запустение там, больше, чем на полвека. ну, так понятно, что из-за этого святая земля будет в плачевном состоянии. А когда она в плачевном состоянии, когда она не плодоносит, когда она не цветет и пахнет, это беда для тех людей, которые ее любят. А вот это здесь написано. Такая довольно яркая деталь. Ну, дальше немного личного, как я обещал. Уже не помню сколько лет назад. Столько это было лет назад, что я даже тогда не знал, что такое танин. Я не знал, что это за слово. Я стоял в синагоге, разумеется, с той стороны океана, стоял в синагоге и слушал девятого автора. Я слышу, Равин читает, ну, как понятно. Мотив эхи, мотив плача Ермияу, это все читается на этот мрачный, трагический, скорбный мотив в течение девятого автора. Вот. И он читает, я дам Иерусалим, ну, типа, сделаю Иерусалим. Это я понимаю, стоя в синагоге тогда. Легалим. Кто такие Галим, я не понимаю. Я понимаю, что это что-то плохое. То есть, если речь идет про девятый автор, про разрушение, значит, если Иерусалим сделают Галим, значит, ничего хорошего не будет. И дальше говорят Неон Таним. И мне кажется, ну, слово Маон я знаю, жилище, обитель это такое, из Сидура известное слово, мне кажется, что Таним это Танин. Я знаю еврейское слово, ну, еврей, знаю слово Танин означает крокодил. И я понимаю, что тут написано у пророка Ерминьяву, что я сделаю Иерусалим чем-то плохим, жилищем крокодилов, что Иерусалаями будут жить крокодилы. Я вспоминаю свои поездки в Иерусалая, вспоминаю попадание в Иерусалаями в самые некошерные места, когда там гуляешь, проходишь, и вдруг ты видишь какие-то совершенно ужасные вообще тусовки непонятных людей, совершенно диких каких-то фриков, и это в Иерусалаями, а я уж тогда как раз был на высоком уровне, прокачанный такой религиозный молодой человек, и вот тут я, мне кажется, это было в первый раз, таки допустил слезу 9 авгу, когда я вспомнил про этих крокодилов, которых это, а это не крокодилы, потому что это не Танин, тем более это не Ним, а это Танин, а что что-то написано? Значит, я дам Иерусалим. В принципе, в этом слове ничего особенного нет, дам. Это как бы ваоси, помещу, то есть действительно сделаю в Иерусалиме ситуацию, когда он будет галим. Галим в данном случае это не волны. Галим, в эфире галим, цагарь, да? В эфире радиостанция волны армии обороны Израиля. Галим это волны, но это, конечно, волны, то есть это не обязательно радиоволны, и тем более не обязательно радиоволны этой радиостанции. Есть более кошерные радиостанции в Израиле, как вы понимаете, например, Ольбер Аман, слушайте, пожалуйста, вот, но это волны, в смысле волны моря, Галима, мы с вами сто раз говорили, и в Танахе это слово постоянно употребляется. Здесь в другом значении. Не задавался я специальным вопросом лингвистическим, вот этим хитрым, а какая разница, вот почему одно и то же слово используется для двух значений, почему эти два значения связаны одним и тем же набором из четырех букв, ну, на самом деле двумя буквами, да, Галь. Галь, это может быть еще и холм, кстати, да, Галет, но Галь волна, да, и Галь это развалин, Галим это развалин. В принципе, у нас есть, как вы знаете, много слов, которые означают развалины, чего, чего, а развалин у нас в истории иудаизма хватало. И это слово особенное. И на него, конечно, надо обратить внимание, недаром я его тогда был, знаете, сколько лет тому назад, не понял. Оно здесь странное. Я сделаю Рушалаем развалинами, но тут как будто развалины, которые связаны то ли с морскими волнами, то ли с холмами. Конечно, у всего есть простой смысл. И слово Галь в смысле Кохол, Галет, как мы сказали, Холм-свидетель в Торе. Это слово Галь, оно здесь означает по-простому, что это будут лысые, пустые холмы. А Ярушалаем он на Рим в своей влаге, ну, известно, он стоит на неровной местности. Ярушалаем это часть того, как сказать, надела колена Иуды, где все время перепады в высоте. То есть от этого святого города, который вот этот самый святый, замечательно источает и всем показывает, останутся просто холмы, останется ландшафт. И все. Ничего не останется вообще. Это то, что здесь написано по простому смыслу. Таним никто не хочет объяснять это слово, кроме Равина Альчулера, потому что он объяснил все отсюда. И он говорит простую вещь. Таним это как в Торе. Мин нахаш. Это вид змеи. то есть ну не знаю насколько это лучше, чем крокодилы. Скорее всего похуже будет. Потому что жилище змей, обиталище змей это страшное дело. Вы понимаете и знаете, что вообще на святой земле например бамидбар иуда в пустыне иуды и змей водятся. И когда вы в сандалиях на Босунове решите прогуляться там вглубь отойти от дороги подальше бамидбар иуда вспомните посудку с пророка Ирмиягу и не делайте этого. Но так, чтобы они прям роились, чтобы была куча змей, чтобы это было прям гадюшно. Но такого конечно нет. Они довольно редко появляются. Более того, это все-таки не индийские джунгли в этом смысле. И поэтому змеи там людей боятся в общем и целом. То есть туда, где есть скопление людей, они не ползут. Так вот, для того, чтобы показать во что на 52 года, больше чем на полвека, после разрушения первого храма, превратился в центр мироздания. Святой город Ярушава, врата небес. Здесь вот эти слова стоят. И тут действительно 9 ава самое место, чтобы пускать слезу. Маунтани. Это гадюшник, который на более чем полвека Бог превратил свой святой город. Ничего святого, можно сказать. Ну, конечно, евреи так и ругались на Бога, когда Он их наказывал, нас наказывал. Мы всегда на Него ворчим. Но надо смотреть и с Его стороны тоже. Не только на Него сердиться, но еще и признавать, что у Него есть очень серьезное основание. Даже с нашей непросвещенной точки зрения. Бетаре Иуда и города Иуды сделаю опустошенными мебли без жителей. Обращаю ваше внимание. Города Иуды просто будут пустыми. Города Иуды Всевышний не обещает остальные города. Хеврон, например, Иуде было много маленьких городков. Превратить в гадюшник не обещает. А вот Иерушала им да. И это, конечно, трудно переоценить в смысле ужасности этого момента. Понимаете, то есть самое святое, самое важное место в мире будет превращено в специальную такую квартиру, питомник для разведения змей и по всей видимости, надо так понять, именно таким вот Иерушалаем застал десант Зарубавеля, когда Зарубавель, он же Нехемия, прибыл через 52 года начинать строительство Иерушалаема, строительство храма. он приехал даже не в город, давно уже никакого города не было, в пустое место, где были вот эти вот холмы, и на этих холмах за полвека развелось рекордное количество змей. Представьте такое Иерушалаеме, это просто страшно для человека, который более-менее понимает, что такое Иерусалим, это вообще духовная вершина мироздания для нас с вами, ну, во всяком случае, в нашей реальности, хотя, почему в нашей, есть параллельный Иерушалаем, в той реальности тоже, вершина духовная, и вот там такое страшное место. Ну, и дальше два пасука, которые сейчас займут наше внимание довольно-таки надолго, это известнейший талмудический отрывок, ну, это отрывок из Пару Кирмия, но нас ждет, известнейший талмудический отрывок, тоже довольно хитро сформулировано это место. Мигаиш, кто человек, эхахам, мудрый, баявенензот, чтобы понял это. То есть, в чем тут зацепка, вот в этом зачине. потому что если читать очень прямолинейно это место пророк Кирмия, непонятно, что за зачинь. Ой, где найти человека мудрого, который такое может понять? Если читать это все прямолинейно, не так, как талмуд, по пшату, по простому смыслу, непонятно, что тут искать человека, каждый поймет, тем больше, что сам пророк Кирмия об этом уже много раз писал, в чем дело. И того, кому говорили уста Бога. То есть, найти какого-нибудь мудреца, который своей головой потрясающей дойдет до ответа на данный вопрос. Или найти человека, которому Бог говорит. А может, и не человека, в Алмуде здесь говорится, что речь сейчас про ангела, к которому Бог обращается. Ба-я-гиды, он это нам расскажет. В чем же этот вопрос, на который нет ответа? Вот он. Аль-ма-авда-а-арас. На что? Я бы не сказал, может быть, по что, потому что это слишком по-древнерусски. Но, в общем, это самый точный перевод. Из-за чего, короче, пропала земля? Аль-ма-авда-а-арас. Из-за чего пропала земля? Если читать это прямолинейно, непонятно, зачем нужно искать каких-то очень умных людей. Пророк Кермия уже 25 раз написал больше. За предыдущие 9 глав почти уже полно. В чем дело? Еврейский народ вел себя таким вот образом, что в итоге все пропало. Все разрушили своими руками. Из-за чего пропала земля? Из-за этого она пропала. Что-то тут не то. то есть если этот вопрос требует искать мудрых и понимающих и тех, к кому Господь обращался, значит, какой-то другой вопрос. Мы просто не понимаем, что внутри разговора. Ницта камидбар. Опять ницта, видите, вот это слово. Выжжена, как пустыня, меблеовер, без прохода. Давайте прочитаем следующий посылок и пойдем в Талмуд, как он это понимает. Байомирашем и сказал Бог. Это что значит Байомирашем и сказал Бог? Это значит, что не нашли, искали мудрого, понимающего, искали того, к кому Бог обращается, задавали этот вопрос. Аль-Мавдарец, из-за чего пропала земля? И никто не мог ответить. Ну, скажите, из-за того, что мы идем поклонники поганые. Из-за того, она и пропала. Не додумались. Аль-Азвам Эт-Турати. За то, что оставили они Тору мою, а Шерна-Тати Лифнеем, которую я дал перед ним. Ну, допустим, допустим. Дело не выдало поклонству ни в убийстве, ни в разврате. Хотя тогда вся эта история начинает задавать новые вопросы и становится непонятной с другой стороны. То есть, если мы говорим, опять-таки, в Экшад, на простом уровне и хотим сказать, что вопрос был сложный, потому что люди отвечали на него, но отвечали неправильно. Понимаете? То есть, нашли мудрого, нашли того, с кем Бог говорил и спросили. Вот из-за чего пропала земля? Он говорит, о, я знаю, из-за поклонства убийства и разврата. Я Талмуд читал. В Талмуде написано, что первый храм был разрушен из-за этих трех грехов и убийства и долопоклонства и разврата. Вот из-за того земля и пропала. А ему говорят, нет. Ответ неправильный. Как неправильный? И в Талмуде написано. Значит, забирай свой Талмуд и вот это. Что? Как понять? Что это такое? Это проблема. То есть, с другой стороны получается уже проблема. Есть этот вопрос прямолинейный. И да, на него вот это вот, то, что мы сейчас прочитали, это правильный ответ, что из-за того, что оставили Тору, так это просто не соответствует другим местам наших традиционных книг. Известно, за что был разрушен первый храм. Не потому, что оставили Тору. Оставили Тору это катастрофа. Безусловно. Но как это понимать? Конечно, у всего есть опять-таки простой смысл, простой уровень понимания. И наверняка вы уже об этом подумали и догадались, что речь идет о том, что они сначала оставили регулярный, постоянный процесс изучения Торы, а потом их повело юзом в отделопоклонство, в убийство, в разврат и еще не весть куда. Так понятно. В лошаму бекали не слушали моего голоса в Плуалхуба и не шли по ним. В принципе, давайте, я не забегая пока в Талмуд, покажу вам Пшат Мальдеми, он таки говорит простые вещи, он таки не против объяснить это напрямую. Что он говорит? Да, что есть три способа, ой-ой-ой, он говорит, бешмирата тора, в соблюдении тора, ежгимен мадригот, есть три уровня, зули мата мезу, этот ниже этого, выше, верхний уровень, человек, бадабага, тора, ташемби, ава, человек прилепляется к изучению тора, с любовью и так далее, так они ее оставили, ту, которую я дал, то есть они не хотели с любовью по-настоящему изучать. Второй уровень ниже, лематерис, ишмор митсвон митсад шашем цывалэм, ереми пахатам шо, человек боится наказания, соблюдает заповеди из-за этого, так, и это называется продолжение Пшат Малушаму поколения, не слушали моего голоса, то есть даже перестали бояться наказать, страх потеряли, так, ну и третий, это вообще самый нижний уровень, так, человек, который делает все заповеди, потому что есть такое обычай, такая привычка у него, как сказал пророк Ешояр, заповедь людей заученная, просто, и об этом сказано в Лохолхубе, они ходили по ним, то есть даже автоматически не делали ничего, так, то есть Мальмем не против Пшат, но, конечно, основные действия здесь разворачиваются в Талмудическом трактате на Дарим на 81 листе. Наверное, я бы так сказал, что то, что здесь в Талмуде написано, имеет ну, не то, что наибольшее количество комментариев, конечно, есть место в Талмуде, где места в Талмуде, к которым написано гораздо больше комментариев, и если вас интересует, я бы даже мог составить такой для вас список самых-самых активно комментированных моментов в Талмуде, но здесь, конечно, мягко говоря, разных способов понимания хватает. В Талмуде трактате на Дарим говорит следующую вещь. А, ну, начнем сначала, да? Значит, говорит Талмуде Знаменитый вопрос. Из-за чего так происходит, что у больших раввинов обычно дети не становятся большими раввинов? Талмуде и Хахамим, знатоки Торы, не передают этого своим детям. Это очень жесткое, очень злобное место, конечно. Как это так? А сколько было случаев, что да, передают, так хочется сказать Талмуд, что тогда, когда сын великого раввина, тоже великий раввин, это выдающееся достижение. То есть нормально, когда не так. Когда какой-нибудь сын простого еврея выбивается в большие раввины и старается и учится, потому что он понимает, что если он не будет стараться и учиться, он большим знатоком наших святых книг не станет. А вот сын великого раввина, что он будет париться? Он думает, что все к нему перейдет по наследству. Как здесь Рафиосик. Первая причина. Шило имру, чтобы люди не говорили Тора Ярушаль, чтобы никто не говорил, что Тора передается по наследству, из-за этого так получается в итоге, что эти дети великих раввина такими же, как их отцы, не становятся. Рафшаешетбрэйдэравиди, говорит, когда Ишилуа Едгадыру Аля Цибу, чтобы они не превозносились над общиной так сделано. Потому что, если он, мало того, что он сын великого раввина, так он еще сам большой раввина, так он будет, говорит, да я такой, да и сын такого, да и внук такого, да ты кто? Ну, в общем, так вот мы говорим, что еще одна причина того, что сыновья великих раввинов не становятся великими раввинами, не для того, чтобы они, видите, Шило Едгадру Аля Цибу, чтобы они не превозносились над общиной, а потому что они таки да над ней превозносятся. Говорит, знаешь, Мидгабрим Аля Цибу они так и делают всегда. Если раввин сын раввина, он такой, в общем, становится немножечко с завышенной самооценкой человека. Раваши говорит, Мишун Декар Лин Шихамойри, из-за того, что они называют людей ослами, евреев не уважают. Почему, собственно, евреев? Вообще всех не уважают. Равина говорит, Шеем Мевархим Батура Тхила, из-за того, что они не говорят благословение на Тору в начале. И вот это наша с вами, место наша с вами идея, посмотрите. что означает написанное? Наш посуд. Кто мудрый, понимаешь, тебе, значит, да? говорит Талмуд, да варзай не шаль как амим у навиим. Эту вещь спросили у мудрецов и пророка. Блопершу они не смогли ее объяснить. Ачепершу акадош брух бят смо. Пока Всевышний сам это дело не объяснил. Диктив как написано, вае мирашев сказал Бог, аля звам это Тор Тих. Из-за того, что они оставили мою Тору. И тут Талмуд выдает нечто. То же самое написано. Не слушались моего голоса. И то, что не ходили по ней. Что это все значит? То, что они то не делали, это не делали, все в отношении Тора. И вот тут говорит Талмуд говорится что они не благословляют на Тору вначале. Вот такое вот. Это что значит? Что пропала земля, эра цисреэль пропала из-за того, что кто-то не говорил благословения перед изучением Тор? Как это вообще понимать? Ну, я говорю, что к этому месту существует мягко говоря, большое количество комментариев. Ну, и, например, Раши, которые тоже не короткий комментарий пишут, да? Они не говорят браку, когда они торопятся изучать Тору. Когда знатоки Торы, это сыновья знатоков Торы, из-за того, что они остерегаются заниматься Торой. Ургелимба. И для них это обычное дело, поскольку отцы их занимались, эти занимаются. Они не остерегаются, они не обращают внимание на эту важную обязанность, говорить благословение Кэшепотхив, когда они открывают книги. Ломи Кайма Бирхата. И не осуществляется благословение из-за этого, как сказано в Торе, не е а нахну за ценность лом для Тори. Там написано в этом благословении, что будем мы, наши потомки, изучающими Тору. Ну, допустим, допустим, люди, которые изучают святые книги на постоянной зоне, забывают говорить браку. Из-за этого то, что в этой браке написано, что их дети, их внуки будут тоже изучать Тору, не осуществляется. Но не про это был вопрос. Вопрос был Алма Авда Аре из-за чего пропала Эра Цисраэль. Из-за того, что кто-то про Худни говорил. Есть, есть Рабейн Униси. Вы знаете, один из самых главных комментаторов, то, что я сейчас вам прочитал, комментарий Раши, это может быть даже не Раши, а кто-то из учеников вообще непонятно откуда взялся этот комментарий. В трактате Недарин. Именно в этом трактате. Поэтому сюда помещен вот этот вот комментарий Рабейн Унисима, выдающегося нашего раввина. И вот он выдает большой, ну он вообще скрупулезно объяснял деталь. Он говорит, из-за чего вообще все это учил? Из-за того, что написано что Бог это объяснил, что из-за этого мы видим, что никто не мог на это ответить, и Лакут Шеврею кроме Всевышнего никто не мог ответить, да? И поэтому тут что-то особенное. Не просто убийство дало поклонства разврата, тут какая-то хитрость, которую вообще никто не мог разгадать. И он говорит такую вещь. Рам, отца тебе мегилат старик. И я нашел в свитке скрытом Шерерав Рабейну Йойна. Это представитель позапрошлого поколения по сравнению с Рабейной Ниссимом. Один из главных учеников и последователей Рамбан Нараби Мошебеднахуны, Рабейн Йона из Жироны. Все это там, как вы понимаете, глубокая Испания. Что так значит комментируется пособие. Дальше что из-за того, что не говорили благословения на Тору, Авда пропала земля. То есть видите, Рабейну Йону, ну, знаете, он написал Шерерчу, да, Шерерчу, он написал, написал выдающиеся книги, он был комментатор Талмуда, знаменитейший человек. Он говорит прямым текстом, что земля пропала из-за того, что не говорили Браху. Как это? Им и-то, если надо правильно, если есть такое понимание, что если оставили Тору по-простому, просто оставили Тору, если это спросили мудрецов, почему они это не ответили? Понятно, что все начинается с того, что человек бросает изучение Тора. Это простая вещь, открытая вещь, легко объяснить. Конечно, они занимались постоянно Торой. Поэтому мудрецы и пророки удивлялись, почему пропала земля. Это очень важный момент. Они продолжали изучение Тора. Там куча идолопоклонников, развратников, убить все, что вы хотите. Ужмест, что творилось. Но поскольку на святой земле продолжалось изучение Тора, мудрецы и пророки недоумевали, почему дошло до такого тотального разрушения, почему дошло до того, что осталась выжженная земля. Изучение Тора страшной силы щит, защита от всего. О, а теперь что, что, сам Всевышний объяснил. Он знает глубинный сердец. Они не говорили благословение на Тору вначале. Что это значит? Келума. Говоря таким образом. Что Тора не была важна в их глазах настолько, чтобы говорить на нее браху. Что они не занимались во имя ее самой, не получали от этого, так сказать, духовное наслаждение. Просто занимались, потому что все занимались. Поэтому не обращали внимания на благословение. не ходили в ней. Что значит? То есть они не делали это во имя ее, во имя ее имени. Это говорит Раба Хасидзаль. Это слова этого благочестивого Равина приводят Раба Инанисим. Слова Раба Инанисим. И они прекрасны и достойны того, кто их произнес. Эти слова. То есть идея здесь такая получается пока что. Мы, конечно, сюда вернемся и на меньшей скорости это в следующий раз проговорим. Такая, что какая-то казалось бы абсолютная мелочь привела к разрушению вообще всей структуры жизни на Святой Земле во времена Первого Храма. Мы с вами знаем, что Брахот Ломя Аквот, да, что если человек сделал митцву без благословения, конечно, это не самый лучший вариант, но митцву ему засчитывается. Изучение Торы засчитывается даже тогда, когда человек не сказал на это дело Браху с утра. Вы знаете, мы с утра встаем, говорим, это Брахот Атур, а эти благословения на Тор каждый раз на целый день их хватает. Но даже если этого не сделал, и это неправильно, и надо делать обязательно. Теперь изучение Торы не засчитывается. Как это все понять, с Божьей помощью мы разберемся. Сейчас я должен ответить на те вопросы, которые в прошлый раз мы задавали по поводу Равьякова Балатуриева, поразительного комментария по поводу про матери Сары. Почему в слове Левкота оплакивать ее маленькая буква К, говорит Балатурием, как вы помните, «Потому что Авраам Абина не слишком оплакивал Сару, она же была старая». «Что?» «Да, она была старая, еще и сильно плакать». «Вот молодые умирают, это надо сильно плакать». «Так, непонятно». И второе объяснение, что поскольку она сказала резкие слова своему мужу однажды, когда возник конфликт с Агарием, как вы помните, и это называется «передать наказание своего ближнего небесам», что ни в коем случае нельзя делают. Вот, и за это праматерь Сары была наказана, у нее отняли много лет жизни, как мы говорили с вами, из-за этого получается, что она сама себе как бы причинила собственную смерть, сама виновата. «А самоубийцу нас не оплакивают», сказал Балатурин. Значит, если бы это написал кто-нибудь другой, но не такой авторитетный человек, как Раблину Яков Балатурин, человек, который составил, напоминаю вам еще раз, первый в еврейской истории свод законов. Это не просто кошерный авторитет. Это один из самых выдающихся наших законодателей. Человек, который собрал свои книги под названием «Арба Турин» на 4 темы, 4 раздела, вот эти 4 раздела в итоге стали 4 разделами Шулхонорока через почти 300 лет после Турина. То есть собрал все мнения, всех решений, всех предыдущих равенств, все проанализировал. Кстати, насчет равинов, которые являются детьми великих равинов. Он был сыном выдающегося ашпинанского равина, одного из трех главных авторитетов вообще еврейского законодательства, сына Раблину Ашу, Рошу. И он такую вещь пишет. Значит, он что-то хочет сказать. И это не просто, не дай Бог, нападение на нашу праматерь Са. Потому что, вы понимаете, нашу праматерь Саару периодически атаковали наши выдающиеся равины. Мы сами еще не отошли до конца от того Рамбана, Машаманга Нахмана, который сказал про праматерь Саару и Мейнухата. Наша праматерь согрешила, что она там слишком резко вела себя в отношении Агари, резкие слова Аврааму, резкое поведение в отношении Агари, понимаете. Можно так подумать, не дай Бог, что в истории орудовала компания двоечников, как вы помните, из известного советского кинопроизведения. Хорошо там нашим великим был равинам критиковать основателей еврейского народа, величайшую нашу праматерь, праведницу Саару. Ну да, они имели право, великие равины наши на все имели право. Вот как понимать то, что сказал Равьяков Балатуй. Это, конечно, сложное место. Единственное, что в качестве, как мы говорим в таких случаях, мегалах, идти к ответу, я могу сказать. И это одно очень интересное место, разумеется, это не в первый раз упомянуто в книге Кадуша Талеви, Кадуша Слеви, книге Бердичева Рэбе, Раби Левейска из Бердичева. До него это тоже, конечно, приходило в голову великим равинам. Но у него это довольно подробно разъяснено в главе Лекаре, там в книжке Кадуша Слеви. Идея того, что вообще оплакивать, праведного человека, если посмотреть на это трезвым, свежим взглядом, это, мягко говоря, странное занятие. Чего ты плачешь? Человек попал сейчас в гораздо более приятное, то есть даже нельзя сравнивать, место по сравнению с тем, в котором он был. Он был здесь, в этом мире материальном, в этой юдоле страданий наконец-то освободился от этого. Ладно, понимаешь, ты оплакиваешь человека, чья судьба непонятна, куда он попадет после смерти. Какой-то такой середнячок еврейский что-то соблюдал, что-то не соблюдал, и ты вот сидишь и думаешь, как бы его грехи тут отмолить, будучи его каким-нибудь родственником или другом. Все понятно, здесь, конечно, есть основания поплакать. Праведников оплакивают. Чего их оплакивать? Да, их оплакивают потому, что они ушли отсюда, и нам без них плохо. то есть мы плачем, говорит Бердичевребе, там объясняет, не только он говорит, мы плачем не потому, что их лично оплакивают. Ой, умер бедный. Кто тут бедный? А кто богатый? Не, не, не. У них все хорошо, нам плохо. Он только что здесь был, защищал своими заслугами своего поколения, и вдруг раз, и нет. И это, конечно, повод для страданий и слез. Оказывается, что в данном случае есть фокус с ней. Сара была старой, говорит Балатурию, Лавьякова Балатурию, и поэтому Авраам не сильно ее оплакивает. По всей видимости, это означает, что она прожила очень большую долгую жизнь, вот эти вот 127 лет, о которых мы говорим. И эти 127 лет эта длинная жизнь оставила огромный отпечаток, оставила огромные заслуги еврейского народа. Теперь, кроме этого, вполне возможно, к этому следует еще присоединить то, что в момент смерти Сары родилась Ривка. И то есть тогда, когда одна праведница ушла из мира, ее тут же заменила вторая. И может быть, это тоже связано с тем, что Балатурию говорит, что она старая была. То есть, она дожила ровно до того момента, когда ей можно было уходить, потому что родилась следующая хранительница женской духовности в мире, так сказать. это первая часть. И вторая часть, то, что он говорит, что она как, не дай Бог такое сказать в словах, самоубийца, что она причинила себе смерть. Это тоже деликатный момент, связанный с тем, как наказывают праведника. И вот об этом говорит Рав Яков Балаторик. Одна неосторожная фраза. Такие фразы мы с вами допускаем каждый день на постоянной основе и нам с Божьей помощью ничего за это не будет, потому что мы не сара. А вот чем выше человек, тем выше понятно с него спрос и какой с него был страшный в данном случае спрос, когда она столько лет жизни потеряла из-за одной жесткой по интонации и по смыслу фразы, обращенной к мужу и чем это в итоге закончилось. Такая вот трагическая деталь. Ну, с Божьей помощью продолжим всего самого наилучшего на связи. Будем надеяться, что сбой в интернете не помешает нам собрать этот урок. Воедино всего доброго. Спасибо. Спасибо.